Уфалий Никель отказал потенциальным инвесторам. Представители российско-сингапурской компании приехали на завод, но цеха им так и не показали. Все, что они говорили, воспринималось в штыки. Вот что нам рассказал по телефону участник переговоров, руководитель благотворительного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков. Представители хотели провести аудит, им этого не дали, намекнули на то, что бесполезно здесь что-то делать. То есть это позиция именно дирекции. Хотя позиция области, позиция собственников, она другая. Им интересно поднять данное предприятие. Позицию руководства Уфалий Никеля озвучила позже. Действие инвестора оно расценило как попытку пропиариться. Якобы у компании нет ни денег, ни конкретных предложений по модернизации производства. Областные власти продолжают поиск серьезных инвесторов для сохранения завода. Губернатор лично ситуацию контролирует. Причем очень регулярно мы на эту тему общаемся. То есть он руку на пульсе держит. Мы постоянно в поиске инвесторов, которые бы могли на эту площадку зайти. Поэтому инвестор, который туда зайдет в перспективе, он должен понимать, что это должны быть разовые капитальные вложения на модернизацию, на новую технологию, оборотные средства для закупа необходимого сырья и так далее. Поэтому мы как бы ищем в разных направлениях. А я напомню, Уфалий Никель – городообразующее предприятие Верхнего Уфалия. Второе по величине в России по производству никеля. Однако из-за низкой стоимости сырья завод оказался заложником мирового рынка. Производить металл стало невыгодно. С 1 апреля завод прекратил выпуск продукции. Уже уволено свыше полутора тысяч сотрудников. Власти города отправили заявку на присвоение Верхнему Уфалию статуса территории опережающего развития. Это позволит инвесторам на льготных условиях открывать бизнес. Планируется создать свыше тысячи новых рабочих мест. Продолжение следует...